Добрый вечер и как всегда в конце недели мы подводим итоги. Подводим итоги этой недели и говорим о том, что в дальнейшем мы хотим, будем делать в системе городского хозяйства. Сегодня хотелось бы начать с нашего сервиса 1501. Напомню, 1501 это колл-центр, это короткий номер телефона, так называемый это коммунальная скорая помощь. Этим номером этого телефона могут воспользоваться жители города, дома которых обслуживают это КП ЖКС. По этому номеру телефона можно сообщить о каких-либо аварийных ситуациях в вашем доме. И в течение получаса, максимум часа заезжают наши сотрудники, которые выполняют необходимые аварийные работы. И если нужны последующие текущие ремонты, то составляет дефектный акт, передает его в ЖКС. И в дальнейшем ЖКС в течение 15 дней должен устранить эту неполадку. И уже дальнейшие действия ЖКС координирует департамент городского хозяйства. Там тоже эта ситуация стоит на контроле. И через 15 дней сотрудники ЖКС должны отчитаться о выполнении работы. Я почему так подробно это рассказываю? Очень многие жители города в этом году уже познакомились с этим сервисом, успели воспользоваться этой услугой. За 2020 год в сервис это поступило больше полмиллиона звонков. Все эти звонки были отработаны в том механизме, который я сейчас это сказал. Тем самым эта работа наших ЖКС стала намного оперативней, намного понятней, намного быстрее. И вот сейчас в начале года запустилась новая диспетчерская, где больше это количество сотрудников, больше диспетчеров. Система, которая позволяет сейчас ввести в полном объеме еще и базу Горсвета и Горзелентреста. Там уже есть и наше ТГО, наше отопление и звонки по отоплению тоже занимают очень большую часть по трафику. И помимо этого сейчас мы вводим новых сотрудников, которые будут заниматься непосредственно контролем. Что значит контроль? То есть уже не сами диспетчера будут отзванивать о том, насколько качественно выполнены работы и выполнены ли они вообще. А специально выделенные сотрудники колл-центра, которые будут заниматься обратной связью, которые будут выяснять вовремя ли заехали специалисты, выполнили ли все работы. Если не выполнили, то в систему заносить те недочеты, которые есть и контролировать то, чтобы работы в дальнейшем были выполнены вовремя. Завершая эту тему системой 1501, хотелось бы еще сегодня сказать об организации дорожного движения. В первую очередь это светофоры, это наша разметка, это то, на что действительно много жалоб и то, что действительно необходимо и важно менять в Одессе. Так как Одесса, мы знаем, на сегодняшний день занимает 11 место в мире по количеству, скажем так, дорожных заторов. Поэтому что в этом направлении мы собираемся сделать уже в этом году? В городе до сих пор есть 102 светофора, вернее 102 перекрестка, которые не работают в общей системе регулировки дорожного движения. Это светофорные объекты, которые были установлены от 1970 до 2005 года. Они не находятся в общей системе, то есть регулировать их можно только автономно от общей системы и соответственно они не координируются, скажем так, со всеми светофорными объектами. Не координируются вовремя, не координируются гибко и оперативно. А по многим даже фаза движения не более 40 секунд, чего сейчас в современном городе зачастую мало. Что это такое? Это допустим сигнал светофора зеленый горит не более 40 секунд, потому что на больше нет технических возможностей. А по нашим подсчетам там надо возможно минута, а возможно даже больше. Из-за этого соответственно на светофоре появляются заторы и с этим надо что-то делать. Так вот в этом году мы хотим сделать упор на эти 102 перекрестка. Безусловно, как только мы внесем эти светофоры в общую систему, как только мы выполним модернизацию этих светофоров, то это количество заторов в городе станет меньше. Ну и безусловно сама разметка. Сама разметка в городе до сих пор наносилась краской. Нормально эффективная работа этой разметки, существование этой разметки не более 6 месяцев. Безусловно, это не совсем верный подход и мы хотим в этом году сделать упор на пластик. Да, это немного дороже, но это намного более долговечно, это намного более эффективно и это лучше работает на современных дорогах. Он не замывается водой, на него не действуют так пагубно это погодные условия и банально не затирается автомобилем. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, видимся через неделю и снова подводим итоги нашей работы. До новых встреч!